ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, друзья! На канале Даниила и Ларисы. Сегодня хотим вас познакомить с прекрасным, просто замечательным и изумительным гуцульским блюдом. Вообще, если кто не знает, гуцульщина это регион, карпатский регион на западе Украины. В России живет горный народ гуцулы, замечательный, дружелюбный, гостеприимный. Но самое главное, что у них просто потрясающая кухня. Они варят сыры на полонынах карпатских гор, но это на таких полянках. В общем, многое можно рассказывать. Сегодня хотим вас познакомить с гуцульским блюдом банаш. Банаш, можно сказать, в некотором роде родственник мамалыги. Но мне он нравится значительно больше, чем мамалыга. Блюдо действительно очень классное, очень сытное. Готовится быстро, продуктов немного и продукты очень простые. Есть очень много вариантов на самом деле банаша. Мы, естественно, немножко изменили и приготовили такой свой адаптированный вариант. Адаптированный, ну, представляете себе, гуцул в таком огромном котле во дворе своего дома варит банаш. Причем это блюдо повседневное. Варят его только мужчины, варят только на огне. Сметану используют или сливки. Обязательно трехдневной выдержки. Причем они рассказывают, что выдерживать надо только в погребе. В холодильнике нельзя. Ну, в общем, много историй. Мешать надо только деревянной ложкой и только по часовой стрелке. Иначе банаш получится неправильного вкуса. В общем, друзья, давайте приготовим, попробуем. Блюдо потрясающее, очень вкусное. Я его очень люблю, вам очень рекомендую. На две порции. То есть все ингредиенты вы найдете в описании видео. На две порции нам понадобится всего лишь 70 грамм кукурузной муки. Можете себе представить. Кстати, из нее еще можно бурбон делать. Но это отдельная история. Стаканчик молока, стаканчик сметаны. Можно заменить двумя стаканами сливок. Можно делать только на сметане. Получится очень жирное. Но только на молоке, не знаю, можно ли или нет. Но, скорее всего, либо... Ларис, можно так и на молоке или нет? Ну, это такая молочная каша. Не банаш получится, это каша получится уже. Еще один момент по поводу сметаны. И сметана должна быть только домашняя. Потому что... Ну, или рыночная, скажем так. Потому что из магазина может не получиться. Она может свернуться, эта сметана. Ну, вот, друзья, как говорит Лариса, да. Сметана должна быть только домашняя. Ну, и, собственно говоря, то, о чем сказал я. Что сметану... И даже в холодильнике. Вот Гуцелу говорят, что в холодильнике держать сметану нельзя. Ну, у нас домашняя сметана. Мы сами ее делали. Правда, сейчас проверим, можно ли держать в холодильнике. Получится ли у нас банаш. Но я точно знаю, что получится. Потому что мы его делаем достаточно часто. По поводу заправки. По поводу заправки банаша. Сразу же скажу несколько слов. Банаш обычно заправляют Тремя основными, ну, как сказать... Тремя основными ингредиентами. Первое, это шкварки, которые можно пожарить из бекона. Либо же можно просто пожарить шкварки из сала. Второе, обязательно, это брынза. Брынза придает банашу неповторимый вкус. И третье, можно сделать подливку из белых грибов и сметанки. Такую густую. Ну, вот, спорное такое. То есть, на Гуцульщине, в Колыбах. Иногда подают... Ну, в Колыбах я имею в виду, в тех Колыбах, которые адаптированы под заведения общественного питания. Иногда подают с грибной подливой. Но мне все-таки нравится больше всего со шкварками и с сыром брынза. А когда сыр брынза гуцульский, он не свежий, он немножко выдержанный, такой сильно соленый. Если он еще козий сыр, это вообще, это просто нечто. Так, друзья, давайте займемся приготовлением. Я говорился только, что не козья, а овечье брынза. Овечья. В первую очередь, порежем то, что мы хотим использовать в качестве шквара. В данном случае мы используем бекончик. Можно просто обычное сало выжарить. Тоже получается очень вкусно. Нарежем на меленькие кусочки. Сейчас Лариса покажет. Нарезанный бекончик или сало помещаем на сковородку. Но с бекончиком вкуснее, чем с салом просто. Но, опять же, это мое мхо. Кто-то, может, любит просто выжарочки из сала. Я больше люблю бекончик. Обжариваем его до золотистого цвета. В кастрюльку, которую мы приготовили для того, чтобы варить в ней банош, наливаем буквально чуть-чуть. Сколько? Несколько столовых ложек, да? Ну, так, чтобы дно просто покрылось. Буквально чуть-чуть водички. Все же зависит от того, какая кастрюлька еще. Да, чтобы было покрыто дно. И доводим до кипения. Тем временем под холодной водой промоем кукурузную крупу. Чем мельче будет кукурузная крупа по своему помолу, тем вкуснее будет банош. Промыли кукурузку. Добавляем в нашу кастрюльку вначале молоко, затем сметану. И вот эту водичку, которую мы туда налили, мы ее налили именно специально для того, чтобы сразу же молоко не прихватилось к горячему донышку кастрюльки. Начинаем перемешивать и доводим почти до кипения. Ключевое слово здесь почти. Надо, чтобы молоко не закипело, но по температуре было 95-96 градусов. В это время очень аппетитно на сковородочке шкварчит бекончик. Шкварочки зажарились до такого прекрасного золотистого цвета. В это время молоко нагрелось и добавляем кукурузную крупу. И вот то, что мы крупу промыли, не только избавились от пыли, которая получилась при помоле, но также у нас крупа мокрая, она уже не возьмется комками. Она немножко такое первичное набухание произошло. Теперь начинаем мешать обязательно деревянной лопаткой, обязательно по часовой стрелке в одну сторону, в другую сторону не перемешиваем. Таким образом, на медленном огне варим банош ориентировочно 15 минут. При этом мы можем регулировать его густоту, то есть можем чуть-чуть больше выварить, чтобы он был более густой, либо чуть-чуть меньше, чтобы был более жидкий. Я лично люблю более густой. Поэтому будем варить 15 минут, Лариса будет его мешать. Но вот мы отступили от самого главного гуцульского правила, то, что банош готовят только мужчины. Мы его готовим вместе с Ларисой. Ну, так получилось. Нам еще нужно посолить. Да, обязательно посолить. Солим по вкусу. И готовность крупы тоже определяем по вкусу. Она должна стать просто нежнейшая. Вот эта вот кукурузная крупа. Ну, друзья, мы прекращаем съемку на время, пока Лариса мешает. В одну сторону мешай, Лариса. Ты все испортишь. Вернемся к вам через 15 минут, когда банош будет готов. Банош загустел и готов. Готовился он у нас 17 минут. Но, друзья, тут не может быть единого рецепта, потому что очень много зависит от самой крупы, от ее размера. Поэтому лучше пробовать опытным путем, чтобы крупа была готова. Теперь приступим к сервировке. Складываем банош на тарелочку. И сверху посыпаем шкварочками. И тертой брынзой. Посмотрите, какая красота получилась, друзья. Поверьте, это так вкусно. Сейчас попробую и попытаюсь вам хоть как-то передать. Едят банош ложкой. Ну что, попробуем? Волшебно. Друзья, настолько волшебное блюдо. За счет огромного количества сметаны, за счет того, что оно варится в такой густой сметане, кукурузная крупа становится невероятно нежной. Само по себе блюдо очень нежное. Оно как паста какая-то. С неповторимым вкусом. Вот второго такого я, честно говоря, не пробовал. Плюс тертая брынза и шкварки придают неповторимый аромат и неповторимый вкус. С удовольствием вам представляем рецепт гуцульского баноша. Попробуйте приготовить. Вам реально очень понравится блюдо. Просто потрясающее. А мы, друзья, на этом будем с вами прощаться. Естественно, будем снимать для вас новые видео. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Всего доброго. Пока.